Здравствуйте, ребята! Я приветствую вас на уроке биологии. Тема нашего урока – «Организм человека. Это единая биологическая система». Сегодня на уроке мы познакомимся с уровнями организации организма, вспомним клеточное строение организма, рассмотрим основные ткани человека и их разновидности. Дадим определение органам и системам органов. Человек всегда был и будет самым любопытным явлением для самого человека. Его организм – это целостная, очень сложная система. Это одновременно и храм, и склад, и аптека, и электрическая компания, и библиотека, и установка для очистки сточных вод. Так красочно о нашем организме написал литературный критик Виссарион Белинский. Человек во все времена стремился познать себя. Леонардо да Винчи видел в человеческом теле красоту, считал, что природа распорядилась построить человеческое тело в соответствии с пропорциями, которые позже назвали золотым сечением. Организм – это сложная система, состоящая из клеток, органов, систем органов, которые работают как единое целое. Выделяют несколько уровней организации тела человека – атомно-молекулярный, клеточный, тканевой, органный, системный и организменный. Атомно-молекулярный уровень организации является первоосновой жизни на нашей планете. Какую бы сторону организации человека мы ни рассматривали, неизбежно приходим к молекулярным органическим соединениям. С этого уровня начинаются важнейшие процессы жизнедеятельности организма. Обмен веществ и превращение энергии протекают на молекулярном уровне. На этом же уровне происходит передача наследственной информации, и основную роль в этом процессе выполняют ДНК и РНК. Процессы, протекающие в организме человека на атомно-молекулярном уровне, изучают биохимия, молекулярная генетика, молекулярная биология, генетика, биофизика. Клеточный уровень – это уровень клеток многоклеточного организма человека. В клетке есть органоиды, цитоплазмы и ядро. Там осуществляются все жизненные процессы. Клетки реагируют на раздражение, дышат и питаются, растут, размножаются, обладают способностью к регенерации и передаче наследственной информации. Большинство клеток имеют единый план строения. Все живое на нашей планете состоит из клеток. Изучением химического состава, строения и функций клеток занимается наука цитология. Организм человека также построен из огромного числа клеток, обеспечивающих особенности его строения и функции. Строение клетки человека ничем не отличается от строения клеток других животных. Клетки человека по своему строению и функциям ничем не отличаются от типичных животных клеток. Животные клетки не имеют клеточной стенки, – пластид и крупных вакуолий, типичных для клеток растений. Запасным веществом в клетках животных является углевод – гликоген. При делении животные клетки разделяются перетяжкой, а растительные – перегородкой из-за наличия жесткой клеточной стенки. Мембрана животной клетки состоит из двойного слоя жироподобных веществ, белков и углеводов. Она отграничивает внутреннюю среду клетки от внешней для клетки среды. Благодаря белкам мембрана обладает главным своим свойством – полупроницаемостью. Именно белковые молекулы, встроенные в мембрану, обеспечивают избирательный транспорт веществ в клетку и из клетки. Углеводы на поверхности мембраны позволяют воспринимать различные сигналы и передавать их внутренним структурам клетки. Внутреннее пространство клетки заполнено вязким раствором веществ – цитоплазмой. Цитоплазма связывает воедино все органоиды клетки. К ним относятся эндоплазматическая сеть, сеть из каналов и полостей, заполняющие большую часть клетки, необходимая для транспорта и образования веществ. Метахондрии – органоиды различной формы, имеющие внутренние складки и обеспечивающие клетку энергией. Лизосомы – пузырьки с веществами, которые разрушают ненужные части клетки. Клеточный центр, состоящий из двух центриолей, участвующих в процессе деления клетки. Рибосомы – мельчайшие органоиды клетки, образующие молекулы белков. Основной частью клетки человека является ядро. Оно управляет всеми клеточными процессами. Лишенная ядра клетка, как правило, погибает. Снаружи ядро покрыто ядерной мембраной с многочисленными порами. Внутренняя часть ядра заполнена ядерным соком, в котором расположены ядрышки и хромосомы. Ядро всех клеток человека содержит 46 хромосом. Именно хромосомы и являются носителями наследственной информации. В организме человека ядра не имеют только зрелые эритроциты – красные кровяные тельца. В организме человека несколько видов клеток – эпителиальные, мышечные, нервные и другие. Но одна клетка не справляется с выполнением функций, необходимых многоклеточному организму. Поэтому сходные клетки образуют ткани. Ткань – это совокупность клеток, общих по происхождению, строению и функциям. В состав тканей входят не только клетки, но и межклеточное вещество. У человека четыре типа тканей – нервная, мышечная, соединительная и эпителиальная. В эпителиальной ткани клетки располагаются близко друг к другу, а межклеточное вещество отсутствует. Функция эпителиальных тканей – быть барьером для инфекций, защищать организм от воздействий окружающей среды, а также вырабатывать секреторную жидкость, гормоны и биологически активные вещества. Кожа, слизистые оболочки внутренних органов, слюные и потовые железы образованы эпителиальными тканями. Соединительная ткань образует кровь, лимфу, жировую клетчатку, хрящ, кости. Клетки этой ткани расположены на расстоянии друг от друга, а свойства ткани зависят от межклеточного вещества. Если межклеточное вещество жидкое, то это кровь. Кость образована твердым межклеточным веществом, а из рыхловолокнистого состоят хрящи и жировая клетчатка. Мышечная ткань образует мышцы скелета и внутренних органов. В основе этой ткани мышечное волокно, обладающее свойством сокращаться и расслабляться. Нервная ткань образует головной и спиной мозг, нервы и нервные узлы. Основу нервной ткани составляют нейроны. Главной особенностью которых является высокая возбудимость и проводимость. Нейроны воспринимают сигналы из внешней среды и от внутренних органов распознают и передают их к рабочим органам. Ткани в организме участвуют в построении органов, а каждый орган выполняет специфические функции. Орган состоит из нескольких видов тканей. Например, кожа человека – это объединение эпителиальной и соединительной ткани. А в строении печени участвуют основные типы тканей. Орган – это часть тела, которое является относительно целостным образованием, основой органного уровня. У человека многие органы функционально дополняют друг друга, составляют системы органов. Например, пищеварительная система, состоящая из многих органов, осуществляет функцию пищеварения и обеспечивает организм питательными веществами. Органы, объединенные определенной физиологической функцией, составляют физиологическую систему организма. В организме человека имеются 10 основных физиологических систем. Это покровная система, система опоры и движения, пищеварительная система, кровеносная система, дыхательная, выделительная система, половая система, эндокринная система, нервная система и иммунная система. Покровную систему составляет кожа и слизистые оболочки. Кожа покрывает тело человека снаружи и является органом, который соприкасается с окружающей средой. Слизистые оболочки выстилают изнутри носовую, ротовую полости, а также дыхательную и пищеварительные системы. Кожный и слизистый покров защищают организм от воздействия температуры, повреждений и позволяют бактериям попадать в организм. Кожа состоит примерно из 350 миллионов клеток. Но наш организм постоянно вырабатывает новые, около 2 миллиардов ежегодно. Смена всех клеток кожи происходит 6 раз в год, а полная замена осуществляется за 60 суток. Систему опоры и движения составляют кости и мышцы. Скелет образует основу тела человека, защищает внутренние органы и служит механической опорой для мышц. В теле взрослого человека насчитывается примерно 200 костей. И четвертая часть всех костей сосредоточена в ногах. Кости бывают длинные, короткие и плоские. Между собой они соединяются неподвижно, полуподвижно или подвижно. Неподвижно соединяются кости мозговой части черепа. Полуподвижное соединение осуществляется с помощью хрящей. Таким образом соединяются позвонки в позвоночнике. Подвижное соединение называют суставами. В теле человека различают скелет головы, скелет туловища, скелет конечностей. Любое движение в организме от моргания до бега осуществляется с помощью мышц. Мышцы состоят из клеток, обладающих уникальной способностью сокращаться. Мышцы работают поочередно. Когда одна мышца сокращается, другая расслабляется. Например, двуглавая мышца плеча сокращаясь, сгибает руку. А трехглавая при этом расслабляется. А затем происходит наоборот. В теле человека три типа мышц. Скелетные, гладкие мышцы и мышцы сердца. При ходьбе или беге задействуются скелетные мышцы. При глотании пищи работают гладкие. А работа сердца зависит от сокращений сердечной мышцы. Пищеварительная система человека состоит из пищеварительного канала и пищеварительных желез. Пищеварительный канал включает органы ротовой полости, глотку, пищевод, желудок и кишечник. К железам пищеварительной системы относят печень, поджелудочную железу, слюные железы. В органах пищеварения пища измельчается, смачивается слюной. На нее воздействует желудочный сок и другие пищеварительные соки. Так образуются необходимые организму питательные вещества. Они всасываются в кишечники и по кровеносным сосудам распространяются ко всем тканям и клеткам организма. Кровеносная система состоит из сердца и кровеносных сосудов. Сердце находится в центре грудной клетки с небольшим смещением влево. Вес сердца взрослого человека примерно 300 грамм. Сердце разделено перегородками и имеет 4 камеры. Два предсердия и два желудочка. Также в сердце находятся створчатые и полулунные клапаны, которые допускают движение крови только в одном направлении. Сердце сокращается, проталкивает кровь по сосудам, к органам и тканям, где и происходит непрерывный обмен веществ. В организме кровь движется по сосудам, венам, артериям и капиллярам. Длина всех кровеносных сосудов человека около 100 тысяч километров. Кровь движется по большому и малому кругу кровообращения, а кровеносная система тесно связана с дыхательной. Органы дыхания обеспечивают газообмен между окружающей средой и организмом человека. Воздух поступает сначала воздухоносные пути, носовую полость, носоглотку, гортань, трахеи и бронхи. Бронхи закачиваются легочными пузырьками, альвеолами, которых в легких человека более 300 миллионов. У человека два легких. В них воздух соприкасается с огромной сетью кровеносных сосудов. Здесь осуществляется обмен кислородом и углекислым газом. Тело человека в процессе жизнедеятельности выводит вредные и ненужные вещества. Функцию удаления жидких продуктов обмена веществ выполняет выделительная система, которая состоит из почек, мочеточников и мочевого пузыря. Основными органами этой системы являются почки. В них образуется моча, которая по мочеточникам стекает в мочевой пузырь. После накопления в мочевом пузыре она выводится наружу. Эндокринная система человека состоит из группы специальных желез, которые вырабатывают биологически активные вещества – гормоны. гормоны попадают в кровь и так перемещаются в разные части организма. Важные органы эндокринной системы это гипоталамус, гипофиз, щитовидная железа, поджелудочная железа, надпочечники, половые железы. Эндокринная система включает железы внутренней, внешней или смешанной секреции. Каждая из желез внутренней секреции вырабатывает и выделяет в кровь химические вещества, которые участвуют в регуляции функций всех клеток и тканей организма. Нервная система объединяет все другие системы и регулирует и согласовывает их деятельность. центральная нервная система включает головной и спинной мозг, а периферическая состоит из нервов и нервных узлов. Нервная система обеспечивает благоприятный режим работы всего организма, а также регулирует психическую деятельность человека, его поведение. Наш организм способен защищаться от вредных микроорганизмов благодаря иммунной системе. Органы иммунной системы это красный костный мозг, тимус, лимфатические узлы и селезенка. Половая система выполняет функции размножения. К этой системе относятся мужские половые железы, семенники, и женские половые железы, яичники. В органах половой системы созревают половые клетки, сперматозоиды у мужчин и яйцеклетки у женщин. В матке женщины происходит развитие плода. Мы видим, что организм человека сложнейшая система, которую необходимо изучать на нескольких уровнях организации. атомно-молекулярном, клеточном, тканевом, органном, системном и организменном. Знания о строении и функциях человеческого организма позволяют вести здоровый образ жизни, быть красивым и физически крепким. Ну и завершая наш урок, давайте подведем итог. Сегодня на уроке мы познакомились с уровнями организации организма. Мы узнали о атомно-молекулярном, клеточном, тканевом, органном, системном и организменном уровне. Мы выяснили, что клетка это структурная и функциональная единица организма. Узнали, что основные ткани человека нервная, мышечная, соединительная и эпителиальная. Дали определение понятию органа, что это часть тела, которая выполняет специфическую функцию. Узнали, что из себя представляет орган. Это часть тела, которая выполняет специфическую функцию. Познакомились с физиологическими системами организма, покровной системой, системой опоры и движения, пищеварительной системой, кровеносной, дыхательной, выделительной системой, половой системой, эндокринной, нервной и эмунной системой. Дорогие ребята, на этом наш урок сегодня закончен. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok